всем добрый день сегодня мы с вами приготовим вот такой вот замечательный тортик наполеон шоколадный с творожным кремом готовится несложно получается довольно интересный интересный на вкус кому интересны подобные рецепты оставайтесь со мной мы начнем готовить для теста мне понадобится 150 грамм сливочного масла можно взять для теста маргарин 300 грамм столовая ложка какао щепотка соли 1 яйцо 100 миллилитров воды и столовая ложка уксуса для крема мне понадобится 650 грамм творога 200 грамм сливочного масла и 200 грамм сахарной пудры сахарную пудру дома можно сделать перемолов сахар на кофемолку сливочное масло я подсерла на крупной терке сюда же я добавлю какао и просеянную муку и измельчу внизу вместе масло какао и муку до состояния мелкой крошки теперь добавляю щепотку соли добавляю одно яйцо воду холодную и столовую ложку уксуса сюда же и перемешиваем тесто до состояния однородной однородной структуры у меня тесто собралось в шар так теперь я его отправляю в пищевую пленку так заверну и отправлю на два часа в холодильник оно такое вот получается жидковатое нам нужно чтобы она подмерзла под охладилась хорошенько чтобы можно было раскатывать заворачиваем в пищевую пленку отправляем в холодильник но сначала я его отправлю минут на 10-15 в морозильную камеру чтобы дать ему подморозиться и потом под дыма на два часа в холодильник сам отправляем пока у меня тесто охлаждается в холодильнике я займусь кремом я в миску положила сливочное масло в него добавлю сахарную пудру и и желательно просеять чтобы не было комочков и миксером взобью в кремообразную массу в получившуюся массу я добавлю творог и тоже все это равномерно перемешаю уже вместе с творогом и размешиваем чтобы крем получился не очень сухим если вам нужно более жидкая структура можно добавить немножко сливок либо сметаны в него крем у меня готов выглядит станут от такой вот структуры я немножечко а добавила пару столовых ложек еще сметаны чтобы он был более клейким после того как я тесто достала из холодильника я его еще раз немножко обобну она у меня получается такое довольно пластичная и разделим его на часть я разделила тесто уже на 6 частей и каждую из которых я теперь раскатаю первый пласт я уже раскатала и поровняю я в при помощи кольцевой такой вот формы сделаю из него круг выдавливаем излишки тесто убираем так по краям влаживаем на противне противне я заранее подготовила положила пергаментную бумагу и отправляем духовку для выпекания желательно проколоть корж вилочкой чтобы он был ровным при выпекании чтобы не было богорков таким же образом я поступаю с оставшимся тестом отправляем и выпекаем и после формирования уже коржей у меня остались остатки которые я сейчас просто раскатаю и уже формировать не буду а испеку просто так для крошки чтобы посыпать сверху приготовленный уже тортик и уже когда наши коржи все готовы я начинаю собирать торт первый слой я положила и налаживаю крем в принципе да так довольно плотно чтобы немножечко они смогли пропитаться крем густой поэтому здесь его не жалеем абсолютно коржи впитают себя часть и конечно же настояться прослаиваем так каждый слой творожным кремом и собираем все коржи верхний последний тоже ложим крем коржи я уже прослоила кремом и из последнего коржа который я не формировала кольцом я сделала крошку и теперь просто по верху посыпаем получившейся крошкой в том количестве в котором необходимо вам и вот такой вот тортик на выходе у меня получается и давайте я разрежу покажу как он получился у меня внутри и выглядит он вот таким образом хочу сказать что выглядит он не только выглядит аппетитно но и получается довольно вкусно что если понравился рецепт ставим не пальчик вверх не забываем подписываться на канал будет еще очень много интересных полезных видео для вас а на сегодня приятного аппетита и пока пока